что все загрузились драуки можем гнать и так нам на си сети все порядке в принципе ребята все так спокойно заезжаешь задом в ангар только кабина торчит они там внутри грузии загрузили идешь вот этот самый обратно в офис вот сюда с правой стороны и проложить вот видите как машина стоит так и сама на 20 идешь в офис тебе дают бумаги и пломбу и дальше процедура как обычно 210-212 километров нам ехать эти три говорят налево один горит направо на лево большинство право да я просто по моему сайтик запутался здесь в ангарах хочет и хочет куда-то тянуть такая такой спокойствие здесь иногда бывает приедешь блин бардак муку но этих небольших промзонах так все очень умеренно спокойно радостно принципе где-то 20 часа заняло у меня все нет ни два года в один я приехал 20 минут второго я уехал небо троечку никак бы не постоял ну ладно едем дальше все сети все в порядке настроение ребята отличная вот так фу жарко уже становится на улице 25 с половиной градусов не пойму в чем мы сейчас с лампами лампы не горят это мне так кажется сейчас проверю фары не понял я нет все горит сейчас остановлюсь что проверю я не могу понять что это не включает что лампы не горят так сейчас посмотрим на фары что там было с фарами все в порядке вроде освещение такое что не видно фары нет зажигают типа включая потушить погасить все фары не показывает фух ладненько да 211 нормально так опять к вечеру приедем ну куда зашлют потом в районе 5 часов бавария супер мари тайм или в германию опять же ну мне кстати надо будет тогда если что подзарядиться топливом подзаправиться пропустим этого будет за мной ехать и ругаться так так ребята гоняет на байках маленьких так ну что у нас там будет сразу выйдем на дорожку большую или как здесь амстердам я думаю что снаружи большая дорога день уже заступил переступил середин вот и она траса highway highway пупс пупс и погнали я Йо-хоу! Это был Зорро! Вот такой фильм. Я знаю, это был Зорро! Куда-нибудь сейчас будем в 5 право уходить? Ё-моё! На другую хайвей. На 35-ю. На Амштердам. А потом там, по-моему, на 15-ю перейдём. Если я не заблуждаюсь. Что-то я какую-то мыслю хотел с утра сказать, но поставил на потом. И вот не помню. О чём хотел сказать? Не помню. Честно. Забыл. Забил. Вот. Надо выйти на хайвей и позвонить домой. Не домой, а Наташа. Наташа у меня сейчас в деревне, в Белоруссии. Ей мы и будем звонить. Забыл. Сколько нам? Один с километров надо только проехать. До какого-то... Ну там не съест, по-моему. Ну там будет... Продолжение чуть право. Сейчас скажу. Нет, не съесть будет. Просто надо будет держаться. Держаться левее, кажется. Или правее. Потому что там ядуки построил. Ладно, погнали. Ну что, проскочили. Незаметно пролетели эти 200 километров. Подъезжаем к порту. Уже входим в поворот. Кстати, знаете, как я коротаю теперь время. Долгой дороги. Удивительно. Не думал, что так быстро, быстро время будет пролетать. Ну, помимо телефонных разговоров, там супруга звонит. Друзья звонят, там, или дети. А вот. Я нашел на ютюбе канал, там, жизненные истории. Просто, может быть, вымышленные истории. Ну, интересно. Я вот включаю эти видео и слушаю просто их. Там видосики по 15 минут. Один, второй, третий. Ты смотришь, опа, 100 километров улетело. Ну, конечно, я не смотрю их там. И смотри, там чисто надо слушать. Кто-то радио слушает, кто-то фильмы смотрит. А я вот слушаю истории. И, честно говоря, я не рекламирую этот канал. Я просто... Есть там, типа, истории жизни, жизненные истории. Там какие-то еще истории. Ну, вот. Честно, попробуйте, найдите там. Влад, по-моему. Как он говорит? Здравствуйте, это Влад. Влад. И мои... Мои... Здрасте, вы на канале. Это Влад, типа... И мои жизненные истории. И рассказывает. Интересно так. Вот. Как будто какой-то этот самый повесть прочитал. Прослушаем. Это не долгие-то... Не книги аудио, да, там, которые... А вот так. Как бы. Ну, видите, у меня хорошо. У меня два телефона с интернетом. Раньше-то я не мог этим заниматься, потому что у меня интернет был там, где и GPS, навигатор. Но, когда я включал YouTube, навигатор отключался. Не отключался, а надо было, короче, чтобы на экране был YouTube. А сейчас второй телефон у меня YouTube. Слушаю. А на этом, как был, так и остался... Навигатор. Так что рекомендую найти вам какой-нибудь канал. И намного быстрее время летит, чем, скажем, слушать радио просто. Честно говоря. Ну, если вы не способны не отвлекаться, грубо как-то, ну, то есть, концентрировать внимание на слухе, а за дорогой не следить, то это, конечно, не есть гуд. Я-то как-то вот привык, что я вот разговариваю и еду. Ну, попробовал слушать и ехать. Ну, знаете, все-таки какое-то маленькое отвлечение есть. Ну, совершенно маленькое, потому что я в этот момент не разговариваю. Мне не надо отвечать на то, что я слышал. А вообще, правильно говорят, что если вы разговариваете по телефону, отвечаете по телефону, то вы отвлекаетесь. По-любому. Любой человек отвлекается. А порой иногда хватает буквально одну-две секунды, отвлечься и может плачено закончится. А если человек разговаривает сам собой по дороге песни, поет стихи, рассказывает сам собой, вот как я наговаривает на камеру. Ученые уже доказали, что концентрация наоборот растет. Вот так даже, говорит, полезно. И вообще, для мозга полезно самому с собой разговаривать. Именно разговаривать. Не думать, да, там, а разговаривать. Типа думать вслух, вот так скажем. Очень полезно. Для... Повышается КПД. Развивается память. Мозг начинает активно работать. Да, вот есть такое. Исследование оказывается. Перепроложить. Ну а так, все, приезжаем мы уже. Перепроложить. Молодец. Пропускает меня. А этот... Что-то пар мочит. Второй, который за ним идет. О, чудак ошибся, наверное. На выезд выходит. Давай, давай. Фиксок, фиксок. Быстрее. Даже спасибо не сказал. Не буду говорить, что это за машина. С какой стороны парень. Не хочу кого-то обидеть. Наших нету. Время 16-12. Ну, как я и думал, что в 16-15 где-то я приеду. Ну, можно в самом конце там встать. Нормально. Никому мешать не будем. Все равно это писать. What's the next? Не, там стоит бочка. Какая-то. О, 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 парень, блин. О, о, о. О, ты как-то, блин, закрывай люк. А то, блин, не совсем хорошо ты это сделал. Все, приехали. Будем писать и оформляться пойдем. Взяли прицеп. Сдали. Что-то прицеп. Контейнер сдали. Получили 213 километров. Нам ехать завтра в 8 утра. Погрузка. Что за план контейнер? Не понял. Не понял я. Не понял я. Всящие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У меня просто старая информация, что он не связал. О, смотри какой, из трех вагонов поехал, целый поезд. Офигеть. Так нам, по-моему, сейчас будет направо, нет? Не, все туда же. Не погодите, что я понять не могу. Ну, направо надо будет. Или я ошибаюсь. Что-то как-то я не могу понять. Кстати, между прочим, я 10 часов уже отработал. 5,5 часов от проехал. Не хочу я сегодня брать. Честно говоря, последнюю пятнашку, поэтому я буду, наверное, не доезжать. Но, опять же, как всегда, я говорю, наверное, по факту еду до конца. Ну, что поделать? Такой характер. Ну, да, куда же едем? В сторону Брэда. Появилось снова многего. Не много, но компаний, которых до этого не были. Сейчас Джон мне показал тоже, что он едет куда новую компанию. Сказал мне, я говорю, я не знаю, там не было. Я тоже в двух новых был. Сейчас тоже для меня новая компания. Ну, это хорошо, это здорово. Так, я не знаю, там не знаю, там не знаю. Продолжение следует... 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 Забätzen следует... В 4 утра... Раньше, чем в 4 утра... Много раньше... Поэтому... Но я его баню... Ну ладно... Все это ерунда... Все это планы... Выводы... Ну посмотрим, что будет завтра... С вами... Завтра опять свяжусь... По видео... И расскажу очередной день... Своей трудовой деятельности... На этом все, ребята. Берегите себя, своих родных и близких. Все будет чики-пуки. Пока.